Ну, хорошая игра с нашей стороны, агрессивная, с уклоном на атаку, поэтому, так скажем, цельная такая игра получилась, хорошие моменты были, хотя и в Челябинске были неплохие моменты, но мы реализовали они. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, представляйте, задавайте вопросы, если есть. Ну, вот пока нас удовлетворяет игра с кемпанией. Коллеги, еще вопросы из зала пресс-конференции? Есть вопросы из зала пресс-конференции. Ну, когда мы играем очень активно, да, бывают такие ошибки тактические, поэтому получались такие выходы. Да нет, нет, мы продолжали агрессивно играть и забили еще гол, еще были хорошие моменты, поэтому, я говорю, получилась такая агрессивная и цельная игра с нашей стороны. Ну, это уже внутренние дела наши, да, надо было немножко по-другому сыграть в отдельном моменте. А еще немного по внутренним делам. Сегодня Швец наконец-таки забросил, как в команде отреагировали. Очень бурно отреагировали. Наконец-то он забил, я думаю, дальше еще. У него в каждой игре бывают хорошие моменты, я думаю, дальше будет забивать почаще. Коллеги, будут ли еще вопросы? Ну, да, еще будет вопрос по стрелоколю. Валерий Николаевич, удовольствие к тем, как он вписался в команду или пока еще рады говорить. И, в общем, ведь его, не знаю, может, более серьезное расставление у него должно быть? Нет, его очень-очень пока нравится. Агрессивный, злой. У него в каждой игре хорошие моменты, забить никак не может. Но я думаю, это придет все равно. Ну, быстрый, агрессивный, такой нацеленный игрок. Я думаю, он принесет пользу нам. И, в общем, можно ли вам вопрос по якому тренеру? Как вы оцениваете его игру? Ну, сегодня хорошая игра с его стороны была, очень хорошая. А в целом по сезону? Ну, первое время он, вы сами понимаете, предсезонки не было. Он начал неплохо, потом немножко так провалился. Потом мы сейчас его готовили. И сейчас он в хорошем состоянии и здорово играет. Спасибо. Есть еще один? Да, да, да. Передавай микрофон. Скажите, пожалуйста, было ли желание у команды взять реванш за обидное поражение в Санкт-Петербурге? Ну, мы помнили о поражении, конечно. Но таких надо было агрессивно сыграть, и мы придерживались всю игру этой линии. И она принесла победу. Ну, понимали, что у соперника сильная атака. Вот, готовились, к сожалению, неудачно сыграли в обороне. Допустили ошибки, которые привели голу. Ну, тем не менее, ребят старались. Ну, не все получилось. Вот, надо находить тот хоккей, который мы играли, когда приносил нам успех. Поэтому только через работу будем переломать ситуацию. Анар Рафаевич, а четвертый матч через день плюс долгая поездка из Риги – это сказалось на состоянии команды? Ну, где-то понятно, непросто. Ну, не мы одни в таких условиях, все играют. Конечно, где-то, может, и есть такой момент. Но есть ситуация такая, и нужно выходить и играть. И сегодня трактор играл в более открытый хоккей, создавал много моментов, которые, к сожалению, не реализовал. А изменилась ли установка по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге? Нет, повторюсь, понимали, что у соперника атака хорошая. И акцент делали, чтобы как можно меньше допускать ошибок. Но допустили эти ошибки. Спасибо. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, представляйтесь, задавайте. Да, есть вопросы. Ну да, решили внести корректировки. Где-то, может, встряхнуть немного команду. Да, 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 передавай, пожалуйста. Я не скажу, что Иван показал нестабильную игру. У нас два равноценных вратаря. Оба играют уверенно. Еще раз повторю, что немного не так, как хотелось бы, играем в обороне. Из-за этих ошибок пропускаем голы. Также команде в последнее время не хватает эдопутивной скорости и свежести. Польные мысли здесь – это при Рыборкове с Челмета, помимо Акмедия Алексеева? Да, мы постоянно с тренерским штабом на связи. Посмотрим. Сейчас есть время проанализировать все, посмотреть. Возможно, в следующей игре кто-то появится в составе. Комментируйте, пожалуйста, что сегодня получилось в обороне? Игра в обороне. Допустили ошибки, которые привели к пропущенным голаммам. Удивило ли вас то, что Питер сегодня начал играть первым номером и это было пропущено две шаймы? Нет, мы понимали, что у соперника атакой они будут играть активно впереди. Поэтому никакой неожиданности не было. Спасибо, Анатолий Михайлович. Коллеги, будут ли еще вопросы? Андрей Павлович, такой вопрос. Вот по третьему периоду самоотдачей довольны своей командой? Потому что показалось, что какая-то обреченность уже после четвертый шайб. Да нет, самоотдача была. До последней секунды обреченности не было. Вот хотели выиграть период, где-то и движение прибавили. Но соперник сыграл грамотно по счету. Еще такой вопрос. В принципе, по моменту у трактора неплохо было. Но такое ощущение, что усложняет этот последний бросок, последний момент. Вы не считаете, что очень много лишних передач на финиш? Ну да, не хватает. Маленькое завершение. Об этом всегда говорим, разбираем на тренировках. Работаем над этим. Вот. Ну, есть над чем работать. И работы много. И над этим работаем. Спасибо. Коллеги? Да, Олеся Усова в Ухоке. Сколько не бывает Телегин и Манухов? Ну, Манухов, наверное, только недели через две, через три на лед выйдет. Телегин завтра попробует на льду. Если все нормально, возможно, к следующей игре будет готов. Ну, наверное, хладнокровие где-то в завершении. Говорю, моменты неплохие в атаке создавали. Но немного, может, хладнокровие, наверное. Говорю. Говорю.